Приветствую вас. Я думаю, что мне нужно указать вам на некоторые моменты, которые я увидел в вашем тексте, и, соответственно, я надеюсь, что, обратив на них своё внимание, вы сможете подкорректировать ситуацию и не допустить её какого-то развития дальнейшего. Первое. Вы говорите о том, что ваш сын не отделён вниманием, ходит в садик на футбол, и вы пишете, что любви ему хватает. Часто улыбается, озорник. Вот на основании всего, Ольга, вы сделали вывод, что ему А хватает внимания, Б ему хватает любви, особенно если учесть, что он ходит в садик. То есть как садик связан с хваткой любви, с достатком любви и достатком внимания. Наоборот, садик – это история, когда человек, наоборот, оказывается несколько отстранён от своей, ну, среды привычной. Я несколько отстранён от, ну, например, своей семьи, от своих людей и так далее. То есть кто определяет, хватает ли сыну, например, вашему, да, любви и вниманию? Кто определяет? Вы? Ну, если вы, то я в таком случае сомневаюсь в том, что сыну хватает, потому что определяет это он, а не вы. Это первое. Второе. Ну, подобный аспект в поведении не обязательно служит освидетельством того, что вы его не любите. Совершенно необязательно. Вполне вероятно, что данный аспект служит обозначением того, чтобы вы показали своему сыну, что вы важны ему. Что говорит о том, что вы, вероятно, с ним не считаетесь так, как ему, ну, как ему хотелось бы. То есть вот именно так, чтобы он почувствовал себя, ну, важным и значимым для вас. У него, у него такого нет. То есть вы можете действительно делать для него что-то, вы можете действительно стараться для него, вы можете действительно проводить время. Но очень важно, как вы эмоционально вовлечены. Вот. То есть очень важно, какой контекст у ваших отношений. Понимаете? Вот. Вот. Это важно. А не количество, допустим, ну, к примеру, да, там, времени, проведенного с ним. Вот. То есть это тот аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Далее, далее. Очень важно отметить то, с чего всё началось. По факту. Как сыну вашему прислала в голову эта мысль, в кавычках, хорошая, говорить о смерти. Ну, и тем самым, конечно же, привлекать ваше внимание к себе. Вот. То есть очевидно, что где-то посмотрел, у кого-то увидел, очевидно. Вот. Очевидно, кто-то его научил. Эппл. Ну, тут желательно бы разобраться с тем, собственно, у кого ваш сын мог научиться подобному манипулятивному ходу. Потому что ход действительно манипулятивный. Вот. Ну и, соответственно, дальше уже я думаю, что можно будет говорить о чем-то более конкретном. Можно будет говорить о чем-то таком более, ну, более важном, более направленном, что ли. Вот. Когда, например, будет понятно, откуда ваш сын, да, увидел, и где он увидел, точнее, вот использование данных, ну, данных фраз, данных фраз, данного подхода. Дальше. Как реагировать? Понимаете, вашему сыну и нужна от вас реакция. Я не уверен, что в 6 лет ребенок в полной мере понимает, что такое смех. Я вам даже больше скажу. А ребенок себе представить не может, что он умру. Потому что ему кажется, ну, в норме, конечно, ему кажется, что он бессмертный. Это нормальное состояние, это нормальное состояние для детей. Вот. Так что вы не пугайтесь, если вдруг что. Вот. Поэтому ваш ребенок говорит о том, о чем он не знает. Но он видит на эту реакцию. И он этим пользуется, манипулируя вами. Вопрос заключается в том, что вы почему-то эту манипуляцию поддерживаете. Вот. Хотелось бы как-то вот разобраться в том, точнее разобраться с тем. Я хотелось бы, чтобы определить, почему вы, условно говоря, поддерживаете, ну, такое поведение своего сына. Я вас не обвиняю опять. И так далее. То есть, может быть, может быть, здесь ситуация связана как-то вот с тем, ну, как вы относитесь, к примеру, к своему, ребенку, как вы относитесь к своему сыну, как вы его воспринимаете, вот, как вы его видите. И мне кажется, что, если, например, вы чувствуете вину, если вы чувствуете вину по отношению к ребенку, что это, конечно, нужно. определить, что нужно выделить, что нужно выявить. Если вы боитесь его потерять, то, как бы это ни звучало, может быть, может быть неприятно для вас и так далее, но нужно понять, почему вы боитесь его потерять. Настолько, что готовы потакать его вот таким манипулятивным приемом. Подкрепляю их, да. То есть, пока все это носит такой характер достаточно, ну, безобидный. Вот. Но, но, со временем, вполне себе может перерасти, к сожалению, вас что-то больше. Тут мне бы очень не хотелось, чтобы подобная ситуация произошла, ну, вот с вашим ребенком, например. Поэтому здесь вопрос исключительно к вам, здесь вопрос исключительно к тому, как вы все это воспринимаете, как вы все это видите, как вы ко всему этому относитесь, вот, насколько вы уверены в себе. Насколько вы судите о, допустим, ситуации, к примеру, не по себе, как вы это делаете. Сейчас, 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 а по ребенку, ну, вот, насколько вы это делаете и делаете ли вы это, в принципе, вот. Опять же хочу сказать, что моей целью, ну, вас как-то обмануть или как-то обвинить в чем-то, моей целью не является. Вот, моей целью является именно раскрыть эти аспекты. Возможно, возможно, не лишним будет взаимодействие ребенка с, может, папой. То есть, ну, такое вот, да, более мужское взаимодействие. И поменьше, поменьше взаимодействия, допустим, с вами. Вот, опять же, это ни в коем случае не говорит о том, что вы должны с ребенком прекратить всяческое взаимодействие. Нет, просто, вот, может быть, вы, наоборот, перенасыщаете его своим вниманием, вот, вследствие чего возникает такая проблема. Вот. Есть, конечно, вариант, при котором могут быть определенные трудности в вашей семье, например. То есть, это могут быть трудности как между вами и вашим, например, мужем, это могут быть трудности как просто ваши общесемейные. Вот. Все это, мне кажется, ну, обязательно нужно как-то вот раскрыть, чтобы понимать, о чем вообще речь идет. Вот. Вот. Такая вот история. Такой мне видится момент, таким мне он видится. Вот. Я очень надеюсь, что мой ответ вам поможет. Я очень надеюсь, что мой ответ прольет немного свет на то, что происходит сейчас. Вот. Конечно, вы можете получить максимально полную информацию по своему вопросу, если индивидуально проконсультируетесь с тем специалистом, который вам в будущем пришелся. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Мне кажется, я смог feel that человек missile в качестве лейтеновации у此âm Хригорьева и оценка в 有atories расскажу, что вам страшно. Как мы захотим сказать азераракт, cima того count�да и началvoy 좋을 мирной истории не прожения, чтобы показать вас, ростаяunft неуще. Ростая из действия сама Oxfordа за подбан też за tremendousvilочь на которой вамace сказал Каш Burбак.